Кубок Росмоллспорта по спортивному ножевому бою состоялся в Люберцах. В округе собрались любители из столичного региона Ленинградской, Тверской, Ивановской и Саратовской областей. О том, как проходил открытый турнир, смотрите в нашем сюжете. Маска, перчатки, а у женщин это еще и нагрудник. Обязательная экипировка для участников. Вместо металлических ножей – прорезиненные муляжи. Инженер Алексей Носов год назад увлекся этим необычным видом спорта. Ножевой бой – отличная разгрузка после тяжелого рабочего дня. Любой спорт – это хорошо. Спорт для человека после 40 лет – это хорошо в двойне, потому что есть масса других проблем, ну как у всех, там, по работе, там, в семье. Спорт – это вот такая зона комфорта. Вот, то есть в нее, как бы, можно уйти после трудного дня на работе. Участвовать в турнире по ножевому бою могут спортсмены старше 18 лет. За кубок между собой соревнуются разные клубы. В каждом из них есть свои правила и особенности. Для всех участников турнира установили единый регламент. Суть заключается в том, что это идет работа на прорезиненных имитациях, вот, которые безопасны для спортсменов. Это первый момент. Во-вторых, как я сказал, это, так как это кубок новичка, условно, категория «Б» турнир. Здесь участвуют неопытные бойцы. Турнир по ножевому бою такого масштаба в Московской области проходит впервые. Вместе с Федерацией оружейных единоборств России председатель Люберецкого отделения «Росмолспорта» Сергей Агаджанян решил собрать представителей разных клубов в одном месте. Спортивный ножевой бой, как правило, отдельно не позиционируется. Он существует вместе с прикладными, другими, скажем так, армейскими дисциплинами. Например, идет какой-то рукопашный бой, первый этап. Второй этап состязания – это спортивно-ножевой бой. И третий – огневая подготовка. Победители турнира осенью представят Московскую область на чемпионате России по спортивному ножевому бою и смогут соревноваться в категории «А» с другими профессионалами.